В эфире телекомпания «Город» программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Сергей Евгеньевич Рашин-Буршев, директор автосалона «Ниссан Мега Альянс». Здравствуйте, Сергей Евгеньевич. Добрый день. Радостно вас видеть в нашей студии. Воюдно. Сергей Евгеньевич, в прошлом году и в этом году завершился выход новой серии «Ниссан» в новом кузове, с новыми двигателями. Вот уже, наверное, отзывы какие-то появились. Расскажите, пожалуйста. Совершенно верно было подмечено то, что «Ниссан» постоянно меняет свой модельный ряд, улучшает его. И одной из моделей, которую мы, в принципе, на данном этапе завершаем, за смену модельного ряда, это обновленный «Ниссан Мурана», по которому 1 августа были объявлены новые цены. И я думаю, что к 1 сентября уже мы покажем данный автомобиль, может быть, немножко раньше, который достаточно сильно изменился, стал более динамичным, более агрессивным. И приобрел достаточно новые характерные черты, которых у него раньше не было, которые все от него ждали. Если рассматривать смену модельного ряда, которое у нас постепенно происходило на протяжении года, то можно сказать, что большинство автомобилей, которые мы заменили, сделали рестайлинг, или они просто стали новыми, и большинство клиентов, которые уже приезжают на обслуживание, относят только положительные характеристики к данным автомобилям. Улучшилась аэродинамика автомобилей, улучшилась экономическая составляющая, что в данном моменте, на данный период немаловажно. Ведь основная задача нас, как дилеров и производителей, не только продавать автомобили, но и слушать отзывы своих покупателей, и постоянно совершенствовать автомобили, свою продукцию, для того, чтобы как можно больше удовлетворять своим клиентам, своим покупателям. Автомобили, которые у нас на данный момент пользуются популярностью, это, во-первых, Qashqai. Он был первым бестселлером среди кроссоверов, потому что был первый автомобиль. На данный момент он своих позиций не сдает, хотя конкуренты достаточно сильно растут. Киа, и Хендай, и Фольксваген. В любом случае, данный автомобиль является первопроходцем. Если рассмотреть именно технику автомобиля, то автомобили Ниссан работают плотно с компанией Джатко, которая выпускает вариаторы для семейства автомобилей Ниссан. Были определенные вопросы по некоторым автомобилям, по некоторым агрегатам. И на данный момент эти вопросы решены. Постоянно компания Джатко проводит исследования, постоянно улучшает, постоянно дорабатывает. Ниссан был также первопроходцем в плане удовлетворения потребностей клиентов. Если автомобиль находится на гарантийном ремонте, то мы предоставляем автомобиль подмены, и клиент на нем ездит и не испытывает никаких проблем. Если, к примеру, клиент попал в ДТП, и автомобиль находится в кузовном ремонте, то мы предоставляем такую услугу, как аренда автомобиля. И клиент может спокойно арендовать автомобиль, и потом уже или данные расходы за счет страховой компании размещать, или каким-то образом размещать. Но, по крайней мере, он не останется без колес, и будет всегда быть мобильным. Сергей Евгеньевич, после этого ужасного 2014 года, сейчас немножко рынок выровнялся, скажите, пожалуйста. Есть факты стабилизации рынка. Я думаю, что наши потенциальные клиенты уже начинают привыкать к ценам, которые у нас есть. Рынок, к сожалению, был достаточно нестабилен и имел отрицательную динамику. Но на данный момент постепенно, постепенно, как и, в принципе, вся экономика нашей страны стабилизируется. Еще до записи вы сказали, что по столько-поскольку, опять же, да, то люди предпочитают больше вкладывать в уже имеющийся автомобиль. Вот сейчас какие-то интересные акции, какие-то скидки, что-то вообще интересное можете своим клиентам уже, существующим, предложить? Мы предлагаем несколько акций, которые у нас проходят на постоянной основе. Если автомобиль еще находится у нас на гарантии, то для того, чтобы сохранить гарантийность автомобиля и продолжать его обслуживать также на нашем дилерском центре, мы предлагаем пакет дополнительного гарантийного обслуживания. Он разработан практически на весь модельный ряд. Он стоит не очень большую сумму. Это в пределах 17-20 тысяч рублей. Это Qashqai или X-Trail, да, два средних кроссовера, которым можно приобрести данный пакет. При условии приобретения данного пакета автомобиль остается на гарантии еще дополнительно на год. И этот пакет можно продлить с трех лет гарантии до шести лет гарантии. Поэтому это одно из предложений, которые пользуются спросом у наших покупателей, и они достаточно активно его разрабатывают, приобретают и оставляют автомобиль на гарантии. При условии того, что данный пакет позволяет при последующей продаже автомобиля сохранить его весомую стоимость. Потому что как только автомобиль на гарантии заканчивается, он теряет в цене. Для тех клиентов, которые у нас уже закончилась гарантия от автомобиля, скажем, постгарантийный, да, это больше трех лет, и старше, как говорится, там, 4-5, то мы на постоянной основе предлагаем различные акции в сервисе. Эти акции идут постоянно, они меняются от сезонности, предлагается различный спектр различных акций, начиная от замены моторного масла, заканчивая предложением по дезинфекции кондиционера, по дополнительным скидкам на запасные части, я имею в виду оригинальные, скидка на нормы час по обслуживанию автомобилей. В последнее время мы решили немножко изменить систему, мы предлагали скидку обычно на клиента, но клиент, он может уйти, потеряться и забыть нас, да. Мы решили изменить систему предоставления скидки, и скидки на данный момент мы предоставляем на автомобиль. Клиент может поменяться, но автомобиль всегда должен вернуться, как говорится, к себе домой. Одно из новых предложений, которое у нас проходит вместе с представительством Nissan в России, это достаточно хорошее предложение на замену лобовых стекол на автомобиле марки Nissan. Стоимость снижена на 25%, в такие как бы кризисные, времена тяжелые, и не каждое представительство пойдет на такое снижение цен. Представительство Nissan сделал данный шаг, мы пошли на это, и у нас уже есть положительный эффект того, что есть увеличение по работе, именно по замене лобовых стекол за наличный расчет. Это очень отрадно, и мы будем работать в этом направлении. Я думаю, что это не одна из позиций, которую мы представим. Мы будем работать дальше, чтобы разрабатывать дальнейшее направление, дальнейшее увеличение таких именно позиций по кузовной станции. Сергей Евгеньевич, ну не стоит, наверное, зрителям забывать о том, что в целом Мега-Альянс является еще и официальным дилером Datsun. Да, совершенно верно. Машины вообще новая, марка новая, для России новая, относительно бюджетная, относительно того же Nissan хотя бы, если взять. Но их много в городе. Как отзывы? Автомобиль новый, это новая разработка. Есть у него и плюсы, есть и минусы, этого никто не скрывает. И все минусы, которые есть в автомобиле, мы пытаемся восполнить своим качественным обслуживанием, насколько возможно, быстрым решением вопросов для клиентов, и сообщать представительству те вопросы, которые нужно устранять уже на производстве, которые мы не можем устранить здесь. Чтобы это не было массово, и представительство работы тоже достаточно оперативно. Те моменты или детали, которые не выдерживают техногрузок, их забирают, проводят различные измерения уже именно на производстве и вносят свои сразу доработки. Поэтому мы работаем онлайн, так сказать. На обкатке такой проект. Да, да. Сергей Евгеньевич, очень интересная, как всегда, и содержательная беседа. Особенно она будет интересна владельцам или людям, которые планируют приобрести автомобиль Ниссан. Я желаю вам успехов в вашей работе. Приходите к нам еще в гости обязательно. Большое спасибо, обязательно приду. Сергей Рашенбуршев сегодня был у нас в гостях. Это была программа «Городские встречи». Мы скоро увидимся с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова